Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга и тема нашего расклада «Мужчина на пороге». Кто он? Любимый и любящий человек-партнер? Человек-император, который может многое дать вам в жизни? Или все-таки мужчина-манипулятор, человек, который желает воспользоваться вашим сердцем? Открывать дверь перед ним или пройти мимо – это только ваше решение. Итак, но некое предупреждение от карт стоит услышать. Итак, давайте посмотрим. У нас будет три варианта. Первых три карты – ваше состояние. Ваше состояние на сегодняшний день. Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. Мы будем начинать. Итак, первый вариант. Ваше состояние на сегодняшний день. Очень гармоничная личность. Вы знаете, у вас такое гармоничное соединение мужского и женского. Вы, возможно, на сегодняшний день или без партнера длительное время, или не видите рядом с собой сильного человека, который смог бы стать вашей парой. Потому что вы в этом раскладе выходите с сильным человеком, с сильным человеком, со стержнем, с сильной женщиной. Возможно, со вспыльчивым характером. Вы как-то не терпите какой-то полумеры, какой-то слабости от мужчины. Вы желаете человека, который будет гармонизировать ваше состояние, который будет идти рядом с вами, в партнерских отношениях. Я бы сказала, желание сильного человека. Вы готовы к отношениям, вы готовы любить, вы готовы открывать свое сердце. Но вот это, знаете, состояние, когда я не совсем доверяю мужчинам. Потому что, возможно, вот на эту прекрасную энергию, на ваше это прекрасное состояние тянутся мужчины-потребители. Мужчины, которые приходят попить энергии, насладиться и исчезают буквально. И вам это уже порядком надоело. Вы их уже видите, вы их уже знаете. На какие-то грабли в своей жизни вы уже наступили. Но сейчас вы готовы к новым отношениям. Вы человек-оптимист, человек, который всегда идет вперед в надежде, на будущее, на лучшее. Человек добрый, человек притягивающий и внешне, и людей, приятный людям. Возможно, вы любите растения, возможно, вы любите животных. И эти животные и растения любят вас в ответ. Но человек насыщен любовью. Человек находится в неком гармоничном состоянии. Состоянии такого спокойствия, я бы даже сказала. И да, характер у вас вспыльчивый. Характер у вас действенный. Вы как-то, знаете, человек действия. Вы не сидите в каком-то молчании. Вы не перевариваете, не пережевываете какие-то свои прошлые обиды, проблемы. Вы человек, который идет вперед в поиске настоящей, гармоничной любви. Конечно, желание любви очень большое. Потому что здесь вы выходите королем, человеком, который насыщен мужской энергией. Вы не можете расслабиться. Вы не можете открыться как женщина. Вы не можете проявиться как женщина. Вам как надо все время быть сильной. А такой сильной уже, знаете, как и надоело быть. Желание быть рядом с сильным человеком. Как-то, знаете, за каменной стеной. Расслабиться, быть женщиной, быть любимой. Позволить себе и покапризничать. Позволить себе, знаете, как-то расслабиться. Отпустить ситуацию. Позволить, дабы кто-то о тебе позаботился. Дабы кто-то решил, возможно, некие твои проблемы. И как-то, знаете, почувствовать себя более хрупкой, наверное. Желание чувствовать себя более женственной, более хрупкой. Давайте посмотрим еще ваше состояние на сегодняшний день. Ну, я скажу так, что в ваших мечтах, конечно, человек, который придет с большой любовью. Который принесет в вашу жизнь некие шансы, некое стремление, некое движение вперед. Принесет нечто новое. Человек, который будет добиваться. Человек, который вот сможет изменить, принести некие перемены. И чем-то, знаете, как любовью, да, насытить, насытить вашу жизнь. Человека, который придет на длительное время. Вы вот все-таки, знаете, в надежде на серьезные и длительные отношения. Человек, который придет для гармонии, для любви, для наслаждения, для ощущения, что я вот прекрасная женщина. Ну что ж, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какой мужчина у вас на пороге. Какой мужчина на пороге? Покажи нам его. Ну вот, интересно. Очень интересно. Вы выпадаете тузом кубков, и этот человек тоже выпадает тузом кубков. Вы, как родственные души, вы, как с одными мыслями идете, друг навстречу друга. Человек, который идет с искренними чувствами в вашу жизнь, с большой взаимной любовью в вашу жизнь. Человека, возможно, которого вы очень долго ждете. Ну, мужчина-победитель. Мужчина, который уже на сегодняшний день чего-то достиг в своей жизни. Который, возможно, не сам, возможно, с помощью других людей. Но он уже чего-то достиг, чего-то добился. Люди ему доверяют. Люди ему верят. Этот человек, который может что-то предложить. Но я скажу девочке, что человек сильный. В вашу жизнь, он идет с очень позитивным настроем. Человек, который идет с серьезными намерениями. Я скажу, что здесь человек не просто, знаете, как чего-то достиг. Он определенно уже имеет в финансовом плане некое имущество. Это может быть свое жилье, квартира. Это может быть даже свой бизнес. Потому что, как карта указывает, что за ним уже идут люди другие. То есть, ему уже доверяют. Он, возможно, является уже и работодателем. Это человек, который никогда не будет бедным. Он не потому, что у него сладкая жизнь. Потому что он умеет справляться с жизненными ситуациями, с жизненными проблемами. Находить какой-то выход. Человек очень активный. Человек очень такой, знаете, стремящийся вперед. В вашу жизнь с большой любовью этот мужчина идет. С чистым сердцем, с чистыми намерениями. Мужчина может работать в какой-то сфере, которая связана именно с финансами. У него очень мощный финансовый поток. Это человек, который добивается своего. Которому хорошо идут финансы. Этот человек может работать в большой компании. Работать с финансами. Это может быть какой-то банкир. Или человек, который работает в торговле. Но я скажу, что этот человек как все время вертится. Как деньги. Деньги вертятся вокруг него. Ему это идет. Ему это дается. Этот человек может заниматься какой-то торговлей. Этот человек может заниматься каким-то бизнесом. Именно как деньги в руках все время вертятся у него. И вот он как-то, вот он молодец. Он уже, я не скажу, что у него вот как-то все легко. Нет, вот идет энергия, как он идет против ветра. Как он все-таки старается как-то свою жизнь улучшить. Это не тот человек, который плывет по течению. Что как оно будет, так будет. Нет, этот мужчина, он все-таки борец. Он борется, он борется за какие-то свои мечты. Он не может, знаете, как-то, он не опускает руки. Он как-то стремится. И у него очень много планов. И у него очень таких задач на будущее. Ну давайте будем смотреть этого мужчину побольше. Покажи нам этого человека. Что он вообще представляет из себя? Человек, знаете, такой он общительный. У него может быть много друзей. Как-то он не такой, знаете, отшельник. Он все-таки человек, который очень общителен. Давайте посмотрим его внутреннее состояние. Ну, я скажу, что этот человек, он добился уже определенного успеха в своем деле. Он мастер своего дела. Чем бы он ни занимался. Он может быть хорошим мастером в своей какой-то узкой, да, узком профиле. Но этот человек, определенно, как имеет способности. И он эти способности развивает. Человек, который копит деньги, который, возможно, уже и, ну, я бы сказала, что здесь буквально, знаете, есть и жилье, есть и автомобиль, и дача. Здесь человек, который ему и идет, и он не может этими финансами управлять. Он как-то не транжира, он как-то умеет вкладывать деньги, он умеет деньгами распоряжаться. Такие люди, они как-то очень хорошо думают о завтрашнем своем дне. Они как-то страхуют, знаете, себя. Они как-то находят какие-то пути, дабы себя убеспечить, дабы, знаете, не быть у разбитого корыта никогда. Это такой человек, который всегда обеспечит и свою женщину, и свою семью, обеспечит им безбедную жизнь. И жилье, и, знаете, и все, что касается какого-то обеспечения, он не жадный к тому, кого он любит. Ну что ж, покажи нам еще этого человека. Готов ли он к отношениям, этот мужчина? Давайте посмотрим. Да, девочки, готов, готов к большой любви, желает, чтобы в его жизнь вошла прекрасная женщина. Я скажу, что на сегодняшний день человек очень, вероятно, свободен без отношений, потому что готов ли он к отношениям? Да, готов, готов. И я бы даже сказала, что... Я не вижу, чтобы он прям искал, да, женщину. Но вот такая цель обрести любимую женщину в своей жизни у него есть. Мужчина интересный. Но вы знаете, как-то не только одной красотой, он все-таки ищет женщину, чтобы она была и мудра. Вот смотрите, как-то человек, готов ли он к отношениям? Я скажу, что этим мужчиной интересуются женщины. Он интересен женщинам. Он привлекает, но ищет он одну, одну любимую. И сколько бы их ни было, он как выбирает одну единственную. Но пока что я не вижу, чтобы этот человек определился. Но он, знаете, хорош собой и успешен финансово. И потому я скажу, что он с женщинами очень-очень интересен. Ну, мужчина стремится стать императором. Мужчина амбициозный. Мужчина карьерист, возможно, в какой-то степени. Человек желает власти. Человек желает какого-то влияния, авторитета. Стремится быть на высоте. Стремится быть успешным мужчином. Желает ли он семейных отношений? Давайте посмотрим. Но я скажу, что пока что он не выбрал женщину для семейных отношений. Пока что, знаете, нет женщин, с которой он хотел бы вот эти семейные отношения. Потому я скажу, что вот на данный момент и сердце его свободно, и он как в поиске, да, в поиске любимой женщины. Но женщины ими интересуются, да. Как-то, вы знаете, есть желание, с одной стороны, желание как-то семью обрести, да, какое-то семейное тепло. Но с другой стороны, он не видит нужной женщины. Потому он, как, знаете, как в таком состоянии, когда желание есть, но пока что в его жизни нет достойной партнерши, с которой он хотел бы эту семью. Ну, хорошо, давайте посмотрим, где, возможно, произойдет ваша встреча. Возможное место встречи вашей. Где вы можете познакомиться с этим человеком? Где, возможно, встреча этих людей? Я скажу, что это место какого-то, вот все идут, знаете, как веселые карты. При хорошей компании, какой-то, возможно, отдых компаниями, возможно, это какое-то празднество, это какое-то веселье. Человек вас, знаете, как заприметит, человек желает наслаждения с вами, он будет первым проявляться, он будет очень активен в вашу сторону. Я вижу, что как с его стороны идет активность. И эта встреча более реальная. Это встреча именно где-то кафе, где-то при компании, при веселой атмосфере, при веселом, при шуме, при гамме. И такая встреча очень реальная. Это может быть кафе, это может быть прогулка в парке с подругами, там, например, и этот человек подойдет познакомиться. Это может быть какая-то встреча в каком-то заведении, где, в кафе, как в кафе, вот я бы сказала, в стенах все-таки заведение больше идет. Знакомство в кафе. И человек сам будет проявляться, он первым подойдет, ему первым будет проявляться в вашу сторону. Какое-то вот как веселье идет. Ну, давайте посмотрим. Веселая атмосфера, веселье идет. Давайте посмотрим еще место встречи. Вы знаете, что эта встреча, возможно, именно после интернет-знакомства. Вот вы познакомились где-то в интернете, потому что, возможно, встреча где-то на возглаве или встреча после длительного как знакомства. Вы встречаетесь, но вы уже друг друга знаете. Очень вероятно. И это знакомство будет, продолжение этому знакомства именно где-то вот в кафе. Он пригласит вас где-то посидеть. Возможно, это будет ресторан. Возможно, это будет кафе, вот как первая встреча. Мужчина как ждет, ждет истинного разговора, ждет этой встречи с таким, знаете, воодушевлен он вами. Но я скажу, что много кубковых карт. Человек все-таки желает чувств, он настроен чувствами к вам. Вы ему очень сильно понравитесь. Возможно, просто вот в кафе встречи. Возможно, вот это ресторан, кафе, это встреча уже после знакомства, после интернет-знакомства. Но я вижу, что вы очень сильно понравитесь этому мужчине. Ну что ж, давайте идем дальше. Итак, первые впечатления мужчины о вас. Давайте посмотрим. Первые впечатления мужчины о вас. Очень много мыслей. Я скажу сразу, что после вашего знакомства мужчина очень много будет думать о вас. И как-то размышлять, строить какие-то планы. Вот по семерке кубков я скажу, что вы буквально, знаете, не выходите из головы у этого мужчины. Вот желание начать какие-то новые отношения, новую как главу в своей жизни, начать что-то новое. Вы прекрасны в его глазах. Вы такая, знаете, женщина со стержнем, очень симпатичная, очень привлекательная. И вы знаете, он видит вас, вот и здесь вы вышли по жазловой масти, и здесь он видит вас, именно жазловую королеву. То есть, женщину такую, очень гордую, женщину очень такую, которая знает, чего она достойна. Женщина, которая может дать отпор, которая вот с таким стержнем, с характером. Гордая женщина. И в то же время, знаете, очень-очень привлекательная для этого мужчины. Ну, давайте посмотрим, как он для вас, да, как он для вас, первое ваше впечатление об этом мужчине. Ну, я скажу, что человек, который безупречно имеет некое имущество, я скажу, что вам будет видно, что человек не с пустыми карманами. Что человек определенно имеет некое имущество за плечами, очень так стабильно, очень не спеша. Да, возможно, этот человек будет действовать, но вам будет заметно, что как человек желает серьезных отношений с вами. Ну да, вы воспринимаете этого мужчину как некую удачу в своей жизни, как некую возможность стать счастливой. Стать счастливой. Потому что вот после каких-то ранений своих предыдущих, да, после каких-то разочарований, этот человек вот все-таки будет настолько настойчив, настолько как-то он будет вас добиваться. Я скажу, что, возможно, будет момент, когда вы будете немного не доверять, да, не доверять, что вот что-то может получиться. Не рассчитываете вы, что вот как-то вот все, знаете, как-то получится. Вот мы встретились и встретились, мы обменялись телефонами, обменялись, обменялись. Да, некая надежда есть, но и будет у вас присутствовать некое, знаете, такое состояние. Но позвонит, не позвонит, каких-то особых надежд вы питать не будете, хотя этот человек вам очень понравится. Но этот мужчина вас приятно удивит, он будет очень настойчив, будет проявляться как король мечей, то есть активно, с очень такой мужской позиции добиваться именно, действовать, активно действовать. Но у вас, знаете, как при первой встрече будут сомнения, а возможно ли отношения, а может ли быть, да, что-то, вот как может что-то получиться. Некие сомнения у вас будут, вы не будете форсировать события, вы не будете как-то сами первые звонить, самые первые как-то активничать, нет. Но вот этот мужчина вас удивит, он как-то будет действовать первым и будет действовать очень активно. Ну что ж, давайте посмотрим, какая вы в его глазах, какая вы в глазах этого мужчины. Ну, во-первых, я скажу, что мужчина желает отношений с вами, желает, ну, будет желать такой активного движения в вашу сторону. Вот такая прям, я бы сказала, страсть разгорается. Ну, я скажу, что да, чувства у мужчины будут, какое-то вот развитие эти отношения будут иметь очень активные. Вы, ну, просто знаете, как запало в сердце, такая вот именно такая, как я искал, как я хотел, вот стремление в вашу сторону. И это стремление вот как с первой встречи, вот нравится женщина и все. И я бы сказала, что вот спустя некоторое время вашего общения, он будет себя ловить на месте, что она очень ценная женщина для меня, что я хочу развития этим отношений, что я желаю этих отношений, потому что у меня есть искренние чувства к этой женщине. Давайте посмотрим вас, ваше отношение к этому человеку, да. Но, безусловно, вы знаете, ощущение, что вы желанная женщина для этого мужчины, оно будет присутствовать. Но и будет такой момент, что вы не спешите открываться перед этим человеком. Вы в каких-то, я не скажу сомнениях, вы как сами себя останавливаете, дабы не ошибиться, дабы, знаете, не обжечься, дабы как-то, если он желает, пусть добивается. Вот как-то вы желаете некой активности со стороны человека. Вы как-то будете немного скрывать свои чувства к этому мужчине. А какая-то, знаете, осторожность, осторожность некая. Возможно, предыдущие отношения какие-то, знаете, как-то вас закалили, можно сказать, вы не желаете так уж открываться. Хотя ваше сердце очень желает любви. Давайте посмотрим ваше отношение, да, к этому человеку. Но я скажу вам, что чувство есть, и будет очень много мыслей в этом человеке. И будет ощущение, что я все-таки, знаете, как бы я не держалась, как бы я себя не переубеждала, что вот, будь осторожной, не доверяй. Но сердце, сердце, оно оттаивает. И вы понимаете, что я вот просто, знаете, тону, тону в чувствах с этим человеком. Я думаю о нем, я мечтаю о нем, я чувствую вот эту отдачу, я чувствую, что он искренен со мной. Я скажу, что здесь вот такое взаимное, очень сильное притяжение. Но вот со стороны женщины вы как будете, я не скажу придерживать отношения, но некое легкое недоверие в начале отношений, оно будет присутствовать. Вы как будете немного осторожничать, осторожничать, дабы не обжаться, дабы, знаете, не получать некий удар в спину. Давайте посмотрим, как же будут развиваться ваши отношения, как будут развиваться отношения между вами. Потому что я вижу, что мужчина идет с открытым сердцем в вашу жизнь. Как будут развиваться отношения между вами. Ну вы вот желанная женщина, такое стремление в сторону, вот этот мужчина, прям знаете, как вы желанная женщина и желание вас добиться, желание как-то вас открыть, раскрыть, добиться вашей любви, оно присутствует. Как будут развиваться отношения? Мужчина активно будет действовать, проявляться с любовью в вашу сторону. Но вот ему прям хочется, знаете, разрушить некую стену, которые, разрушить и разбросать вот эти мечи, которые вас отгораживают, там, какие-то, возможно, препятствия между вами. Но я бы не сказала, что вы на большом расстоянии друг от друга. Как будут развиваться отношения? Ну вы знаете, как искреннее чувства этого мужчина. Он как идет в вашу сторону с искренними любовными интересами, с искренними чувствами, с желанием строить что-то вместе с вами. Ну активно действовать. Намерен очень активно действовать. Мужчина желает отношений. Мужчина желает развития этим отношениям. Вы что-то родное, знаете, вот как-то, какие-то шансы, да, он как ловит этот шанс, он боится потерять этот шанс, упустить вас, упустить как-то возможность стать счастливым рядом с вами. Мужчина будет активно действовать, желание развивать отношения. Чувства присутствуют, есть чувства. Но я бы сказала, что именно как со стороны мужчины будет больше чувств. Мужчина как действует. Да, я вижу, что он вам приятен, он вам симпатичен. Есть чувства, есть проявление некой любви с вашей стороны. Любовь взаимна. Но именно для мужчины вы, как знаете, женщина желанная. Главное, как будут развиваться отношения. Будет некая перемена в отношениях. Что она принесет? Пронесет вот как развитие этой любви. Вот интересно, да. Какой-то страх потери есть. И решение мужчины на резкие перемены. Я скажу, что здесь отношения есть, будут. Здесь по карте влюбленной я скажу, что да, настоящее чувство. Много кубковых карт, которые указывают на то, что чувства взаимные. Чувства истинные. И чувства как уверенные. Человек будет готов к каким-то переменам в своей жизни. К развитию этих чувств. К наполнению. Возможно даже к соединению вашей пары. Как-то мужчина желает будущего. Желает перспективы в этих отношениях. Я скажу, что это желание у вас, оно будет взаимным. Вот такой вот у нас первый вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось. Мы будем продолжать. Итак. Давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант. Ваше состояние на сегодняшний день. Ух ты. Ну, девочки, отлично. С одной стороны, я скажу, что да, вы интересны мужчинам. Вы мужчинам очень нравитесь. Но не все, кому вы нравитесь, нравятся вам. Вы женщина требовательная. Вы женщина умная. Возможно, вы воздушных знаков зодиака. Но я скажу, что вы немного загадочная. Вы не открываетесь мужчинам на полную. Не открываете свое сердце. Сохраняете какую-то здравость ума. А, потому вам и тяжело манипулировать. Потому вам тяжело надеть вот эти розовые очки, затуманить глаза и как-то навешать какой-то лапши. Все-таки вы как-то немного уже разбираетесь в мужчинах. Я скажу, что здесь женщина образована, очень эрутированна, интересно. Безусловно, интересно. Очень женственно. Очень так наполнена женственностью. Были предыдущие какие-то отношения, которые претерпели некий крах. Но вы в надежде на лучшее. Все-таки вы знаете, что в вашей жизни будет лучше. И вот эти, да, я скажу, что возможно сейчас еще присутствует некая печаль, некие сердечные шрамы, которые тянут вас в эти воспоминания о прошлом, которые как-то вас немного, знаете. Некое разочарование, да, возможно в мужчинах, возможно в отношениях. Но все-таки некая надежда, да, обрести свое женское счастье, она есть. Но я скажу, что вы, конечно, женщина очень умная, очень прозорливая женщина, у которой прекрасная интуиция. Да, вы знаете, желание в свою жизнь принять человека, который может многое дать. Не только в материальном, но и в духовном смысле этого слова. Который может как-то дать какое-то развитие. Вообще я скажу, что в этой позиции у многих женщин могут быть такие, знаете, очень очевидные способности. Или просто развита очень сильная интуиция. Очень развита эта природная женская магия. Это притяжение мужчин. Как мужчины притягиваются. Да, и однозначно сила есть у этой женщины. Есть сила. Вы знаете, такая-то сила может проявляться в таких каких-то мелочах. Некие сны могут сниться. Возможно, знаете, как вы можете прекрасно создавать некие обереги для других людей, для близких людей. Вот как-то, знаете, мелочь. Там пуговичку пришила ребенку на рубашку и все, и он уже как под защитой. Или шарфик повязала. Или просто, знаете, ребенка поцеловала в лоб. И это вот как некое благословение для этого ребенка. Он как находится под защитой. У вас очень мощная такая природная женская магия. Она может быть не привязана к такому, знаете, пониманию черное и белое. Она привязана вот именно как к истокам природы, к истокам земли. Но эта женщина, вполне возможно, обладает способностью лечить, помогать, исцелять. Не только физически, но и душевно. Как-то, знаете, отпускает некую боль. Потому я скажу, что, возможно, некоторые люди чувствуют эту силу вашу. И могут как-то тянуться к вам, дабы рассказать вам о своих каких-то сердечных моках. Или о каких-то печалях. Потому что рядом с вами становится легче. Рядом с вами становится лучше. Также эта женщина может точно так же в сердцах что-то сказать. Оно исполнится. Или как-то плохо будет человеку. Вас обижать нельзя. Вас нельзя обижать. С вами лучше по-хорошему. Потому что за вами стоят серьезные силы природные, которые вас охраняют, оберегают. И вот этот негатив, который идет в вашу сторону, он обязательно вернется человеку с такой, знаете, стократной силой. И не потому, что вы человеку желаете зла. А потому что за вами, возможно, знаете, силы стоят серьезные. Да, вот такое, знаете, четкое предупреждение по картам, что вы человек сильный. Ну что ж, давайте посмотрим, какой же мужчина на пороге. Какой мужчина на пороге. И с чем он придет в вашу жизнь. Что может принести? Открывать ему дверь или пусть идет дальше. Итак, состояние мужчины, да, мужчина какой он, покажи мне. Я скажу так, мужчина свободен. Вот он указан человеком очень мудрым, очень таком взвешенным. Человек, который прошел некую трансформацию, возможно, сильное какое-то потрясение в своей жизни, которое привело к тому, что как изменились некие ценности, изменились некие взгляды на жизнь у человека. Как-то изменилось понятие, чего я вообще в жизни хочу. Но вот на сегодняшний день человека показало независимым, человека показало свободно. Этот мужчина может работать головой, может зарабатывать именно головой. Голова у него работает очень хорошо. Он умеет выходить из каких-то очень сложных, очень таких ситуаций. Он может быть даже, ну вот при такой очень серьезной должности. Давайте будем смотреть при серьезной должности, как спрашивает его совета, как спрашивает у него его мнение, его совета. Мужчина работает головой. Покажи нам его. Мужчина очень хорошо зарабатывает, очень такой степенный. Он не спешит в каких-то своих решениях. Все очень обдуманно. Человек очень взвешен. Не импульсивный. Знаете, этот человек не импульсивный. Целеустремленный. Он в своей жизни уже многого достиг. Я скажу вам так. Этот человек в какой-то степени может быть, как он не жалеет. Знаете, он как выносит свой вердикт. Знаете, что здесь мужчина может работать даже в некой судебной системе. Он может как-то очень сильно воздействовать на жизнь других людей. Вот есть. И как-то от его решения очень многое зависит. Очень вероятно, что человек работает где-то в юриспруденции или работает где-то в судебной системе. Возможно, также это может быть некая медицина. Человек, работающий в медицине. Человек очень мудрый. Человек очень, знаете, такой взвешенный. Как его дело не терпит спешки. Потому что как от него очень много зависит. Потому он не спешит в своих каких-то решениях. Итак. Посмотрим еще, что нам карта скажет об этом мужчине. Мужчина-боец. Мужчина-боец. Он как-то не боится каких-то препятствий жизненных. И может повести за собой людей. Он может быть победителем. Он как и есть победитель. Возможно, этот человек обучает. Делится неким своим опытом с другими людьми. В принципе, я сказала бы, что этот человек работает именно в мужском коллективе. Но я скажу, что он добился больших успехов в своей карьере, в своей жизни. Уже на сегодняшний день я могу сказать, что этот человек уже достиг какой-то определенной вершины. Какого-то определенного успеха в своей жизни. Пройдя, возможно, некоторые трудности в своей жизни, он все-таки достиг успеха. Ну что ж, давайте посмотрим, готов ли этот человек к отношениям. Готов ли человек к отношениям. А вы знаете, что да. Да, готов. Он избирателен, знаете. Он как-то готов к отношениям. И желает вот этой удачи в своей жизни, чтобы обрести настоящую любовь. Да, человек. Вы знаете, я не вижу, что здесь какие-то душевные терзания, какие-то там чувства его куда-то тянут. Нет. Человек на сегодняшний день очень, так знаете, спокоен. И да, он желает любовь в свою жизнь, некой удачи, быть счастливым, быть любимым, обрести взаимную любовь в своей жизни. И он стремится к этому. Он очень этого желает. Обрести любимую женщину в свою жизнь. Ну хорошо, давайте посмотрим в финансовом плане. Что у него за плечами, да. Какая. Потому что мы видим, что человек хорошо зарабатывает, он устойчив. Но все же, что у него в финансовом плане на сегодняшний день. Вы знаете, очень такое прочное состояние, состояние какого-то развития. То есть, этот человек не стоит на месте. Он развивается, и он все время как улучшает свое финансовое состояние. Он улучшает свое качество жизни. Человек, который любит, возможно, и путешествовать. Человек, который стремится, идет вперед и идет к какому-то развитию. Человек очень стремительный. Я скажу, что очень интересный мужчина. С одной стороны, я бы сказала, что этот человек, он стосковавшийся по любви, по ласке, по заботе женской, по женщине рядом. Вот есть такое ощущение, что, как знаете, желание такой любви и чего-то еще в своей жизни. Потому что этот мужчина, карты указывает на то, что он очень много работает. Он много, знаете, как прикладывает усилий, времени тратить на то, чтобы как-то продвинуться в своей карьере, чего-то достигнуть, идти вперед. Но вот желание любви, да, обрести вот эту любовь. Я бы даже сказала, что он интересный, привлекательный мужчина, но как-то вот желание чего-то, знаете, как серьезной женщины, серьезной женщины, ровнее женщины. Я бы не сказала, что здесь мужчина гонится за какой-то супер модельной внешностью или за какой-то супер молодостью женщины. Нет, здесь, возможно, человек и постарше ищет женщину у себя в пару. Женщину, с которой приятно пройтись по парку, сходить в ресторан куда-то, знаете, выйти куда-то в люди. И приятно проводить время, быть влюбленным, быть любимым, быть желанным человеком в жизни. Вот такая, знаете, душевная, душевная, чтобы была связь с женщиной. Вот такой вот у нас второй вариант мужчины. Ну что ж, давайте посмотрим, где вы можете познакомиться с этим человеком. Где вы можете с ним познакомиться? Возможная встреча ваша. Интересно. Здесь такой вот интересный вопрос. Во-первых, этот человек может вас добиваться еще до тех пор, когда вы его увидите. То есть, это может быть и интернет-знакомство. Ну и может быть случайная встреча где-то в транспорте, аэропорт. Это может быть вокзал, это может быть встреча после интернет-знакомства. Но именно где-то, как он вас встречает. Или вот как вы встречаетесь. Или он к вам приезжает. Или вы как встречаетесь. Это может быть ваш попутчик в дороге где-то. Этот человек, он готов к отношениям. Он готов к чему-то новому. Но вот знаете, как-то он ожидает этой встречи. Он ожидает встречи с чем-то, с чем-то как... Он как знает вас и ожидает вашей встречи. Вот так вот. Потому я скажу, что здесь очень вероятно, может быть, сначала знакомство, а потом встреча. Но если это реальная встреча, это встреча именно где-то связанная с неким транспортом, с неким передвижением. Аэропорт, вокзал, это может быть метро, это человек-попутчик или вас может подвезти. Но что-то связано с движением, с дорогой. Но я скажу, что этот человек рассматривает вас как то, чего я желаю. Вот это та женщина, которую я желаю. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим. Днение мужчины. Первое впечатление мужчины о вас. Первое впечатление мужчины о вас. Ну, прекрасная женщина. Женщина достойная. Женщина императрица. Женщина, которую я желаю, как в свой дом, хозяйку своего дома. Женщину, которую я желаю видеть спутницей своей жизни. Но я скажу, что очень сильное впечатление первое. Очень сильное. И такое, знаете, впечатление, как я искал ее всю жизнь. Вот именно такую. Именно такая женщина нужна мне в пару. И знаете, такое вот виденье, да, что вот с ней я буду счастлив. С ней я буду как-то, знаете, некий уют, некая любовь, некая нежность вот этой женщины. Прекрасная женщина, прекрасная мать, прекрасная спутница жизни. Женщина, с которой хочется быть, с которой хочется развивать отношения, с которой, ну, очень прекрасные впечатления о вас, очень хорошие, да. Вот десятка пентаклей рядом с императрицей. Мужчина настроен очень серьезно в вашу сторону. И при первой встрече, знаете, вот колесо фортуны. Вот мне просто повезло. Мне повезло эту женщину встречить, потому что эта женщина идеальна для отношений, для семьи. Для, вы понимаете, какое-то душевное спокойствие рядом с вами. Вот такое впечатление, что как мы знакомы всю жизнь, и мы как предназначены друг другу, очень теплые впечатления о вас, очень прекрасные впечатления о вас. И потому этот мужчина действует, и потому этот мужчина как ждет вашей встречи. Возможно, да, здесь буквально сначала идет знакомство, возможно, интернет-знакомство, или легкое знакомство, какая-то мимолетная встреча, но потом люди как встречаются, настоящие свидания, настоящие встречи. И этот мужчина, он просто очарован, что да, это именно та женщина. Какие-то ваши высловленные взгляды на жизнь. Как-то вы похожи, похожи, возможно, по своим судьбам. Возможно, похожи вы вот такая вот глубокая женщина для него. Очень женственная, очень, знаете, такая наполненная, вот буквально, знаете, вот этой женской магией. Давайте посмотрим, как он вам, как вам этот мужчина. Ну, очень интересен. Вы знаете, что вот настоящий мужчина с серьезными намерениями. Мужчина, который определенно имеет какое-то имущество, финансово подкован, серьезен, хорошо разговаривает, хорошо, прекрасно себя, очень интеллигентно ведет, с уважением относится к женщине. Он вам понравится, да. Я скажу, что действительно вы увидите в нем того человека, с которым можно завязывать серьезные отношения. Ну, девочки, карта влюбленных говорит о том, что да, действительно, этот мужчина вам нравится, вам очень сильно понравится. И карта Верховного Суда. Ваша встреча, она предначертана, так должно быть. Этот человек вот в поиске, он ждет встречи с вами. Он ждет и ищет именно такую женщину, как вы. Давайте посмотрим. В сердце, да, в подсознании, как он вас воспринимает. Давайте посмотрим. Ну, это женщина, с которой хочется идти вперед, связать свою жизнь, идти вперед в одной упряжке, стремиться к одной цели, идти рядышком, идти в одном направлении. Очень привлекательная женщина, женщина, которая может удивить. И я думаю, что вы удивите этого мужчину, что вы как-то знаете, проявите себя очень так страстно, страстно, что вы проявите себя как женщина, страстная, привлекательная. Но я скажу, что этот человек в полном спектре, знаете, видит вас ту женщину, с которой можно не только, знаете, по парку погулять, но и прекрасно провести. И как-то в сексуальном плане прекрасная партнерша. Ну, я скажу, что со всех сторон вы ему нравитесь и в сексуальном плане, и в плане как женщина, как спутница, как друг, как человек-поддержка, как партнерша по жизни. Ну, буквально я скажу, что большая страсть в вашу сторону, что удивление, да, от того, что вы прекрасны в интимном плане, и как женщина, как человек. Есть чувства. Давайте посмотрим вас, ваше впечатление об этом человеке. Ваше впечатление, что он вами очень заинтересован. Очень заинтересован. Если вы, знаете, еще как-то справляетесь с своими чувствами, он как-то с собой не очень таки владеет. Мужчина может и ревновать вас, но как-то вот какие-то взаимности, какие-то чувства есть в вашу сторону, да. Да, вы чувствуете себя прекрасно рядом с этим человеком. Вы можете проявиться как женщина. Вы чувствуете себя женщиной с этим мужчиной. Вам приятно. Я бы сказала, что вы в паре очень гармонично, очень хорошо выглядите. Этот человек может вас и обеспечить, в каком финансовом плане. Вы можете расслабиться и как-то почувствовать себя капризной девушкой, капризной женщиной. Такой, знаете, изнеженной даже, возможно. Этот человек будет вас баловать, и будет ваши капризы исполнять. И вам это очень нравится. Вам это очень нравится, что он такой, что он позволяет вам быть вот такой. Я бы даже сказала, что у вас впечатление, что как, ну вот, наконец-то, да. Наконец-то вот мужчина, который проявляется как настоящий мужчина. И все в порядке. И все так, знаете, как оно должно быть. Ну да, здесь присутствует ревность со стороны мужчины. Безусловно, безусловно. Ревность, страсть, огонь присутствует, да. Он откроется, знаете, как человек очень умный. Но и человек, который многое дает, но и требует, требует, чтобы вот женщина была верной. Не терпит каких-то, каких-то измен. Ну давайте посмотрим, и все же, как он откроется перед вами. Какой-то, знаете, вот полный спектр. Мужчина, который воспринимает, что ты моя женщина. Ты моя любимая. Мужчина очень активен в вашу сторону. Но я скажу, что будет очень много общения между вами. Мужчина может много дать женщине. И это не только, знаете, какая-то любовь, да. Это не только какие-то слова, какие-то нежности. Это что-то большее. Я бы даже сказала в этом случае, что это вот как некую силу, да. некую вес в обществе. Некая, знаете, я бы сказала, что этот человек с удовольствием с вами будет появляться везде и будет представлять вас, представлять вас своим друзьям, своим знакомым. Он как-то этим самым дает вам силу, как женщине, дает вам некий статус. Вот, вот, статус. Этот человек может дать статус. Этот человек может дать уверенность в завтрашнем дне. И я скажу, что да, вы чувствуете, что это значимый человек в вашей жизни. Что он вами сильно заинтересован, что у него есть чувства и у вас есть чувства к нему. И что этот человек может дать вам ту уверенность некую Тот какой-то статус рядом с этим человеком Вам приятно быть рядом с ним Вы чувствуетесь уверенность с ним женщиной Итак, как будут развиваться отношения? Как будут развиваться ваши отношения? Я вижу, что некая ревность есть у мужчины Мужчина может, знаете, как-то и ревновать немного Потому что, знаете, ощущение, что я тебя так долго ждал И он вас воспринимает как ценность, как женщину для будущего Потому этот человек и как-то боится вас упустить Как будут развиваться ваши отношения? Очень стабильно Очень стабильно, равномерно, стабильно развиваются отношения Много очень общения Такое притяжение очень сильное друг к другу Где бы я ни был, на каком бы краю земли я ни был Я как чувствую тебя, я тянусь к тебе Вы значимая женщина для этого человека Очень-очень желанная эти мужчины Как будут развиваться отношения? Вы знаете, что в этих отношениях вы получите то, чего вам не хватает Вы получите то, возможно, некую поддержку финансовую Некую поддержку материальную и духовную И некие чувства Вот вы получите то, чего вам сейчас не хватает в жизни Этот человек многое может дать И он как-то, знаете, не скупится для тех, кого любит Но я скажу, что отношения будут развиваться очень активно Но, возможно, между вами может быть расстояние Но это расстояние, оно не мешает развитию этим отношениям Отношения все равно идут вверх Все равно развиваются Потому что есть сильное притяжение друг к другу Вы вот любимая женщина для этого человека Вы желанная женщина для этого человека И вот, знаете, есть большие перспективы на развитие этих отношений Даже если они на большом расстоянии Потому что этот человек, он видит вас Императрицу, женщину Очень важную в своей жизни Женщину, которая может стать второй половинкой в его судьбе Вот такой вот у нас второй вариант Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Я буду очень рада Мы идем дальше И у нас дальше третий вариант Третий вариант Итак, давайте посмотрим Ваше состояние на сегодняшний день Очень, очень, знаете, такой приятный человек в общении Очень такой Я не скажу, что вы Как-то важную роль для вас имеет семья именно Вот какие-то, знаете, близкие люди для вас очень важны Вы человек, который вот как-то привыкает Который любит Который сочувствовать умеет Вот какие-то есть близкий круг людей Которые очень важны для вас И важно вам И их мнение И они как Многое, знаете, как-то На многое влияют в вашу жизнь Это могут быть родители Это может быть сестра Или близкие друзья Вы как-то прислушиваетесь к этим людям Вы как-то, знаете, возможно Это вот какие-то очень близкие Близкие люди И вам как важно Важно их мнение Потому что это как вот самые близкие для вас Вот есть какой-то близкий круг людей Которые очень-очень важны для вас И вы как-то все время прислушиваетесь Даже если вам хочется поступить по-иному Вы все равно спрашиваете совета Вы все равно как-то советуетесь Вы все равно прислушиваетесь к этим людям Я не скажу, что вы здесь такая, знаете Вот одиночка Нет, нет, совсем нет Вы приятны этим людям Эти люди радуются за вас Эти люди вот как-то близки вам Но вы как-то, знаете, очень уверенно идете в своей жизни Много планов на будущее Давайте посмотрим еще ваше состояние на сегодняшний день Мне как-то идет, знаете, что Возможно Вы не очень, знаете, к таким серьезным переменам Вот как-то к какому-то переезду Или еще вот как-то вас Или жизнь не пускает как-то сильно изменить свою жизнь Или вот как-то вот эти близкие люди Вам не хочется их как-то оставлять Или, возможно, ситуация такова, что вы не можете сейчас как-то резко менять свою жизнь Вам хочется двинуться в путь Но вы как все время оглядываетесь назад Что вы оставляете Вам как тяжело оставить то, что есть Возможно, это дети Возможно, это дети И вы не готовы к каким-то переездам на другой какой-то материк Или в другой город Вы как-то не готовы сильно менять свою жизнь Потому что ваша жизнь наполнена близкими, любимыми людьми И какой-то радостью, да От которой невозможно отказаться Вот они сейчас есть в мой мир Давайте посмотрим еще ваше состояние на сегодняшний день Ну вот, знаете, вот как-то вот мечтаете Вы много очень думаете Думаете о том, какого человека вы желаете в своей жизни И вот этот человек, он прям, знаете, такой мудрый Мудрый, сильный человек Который может как-то сильно повлиять на вашу жизнь Возможно, принести в жизнь перемены Покажите, о чем мечтаешь, да О счастье Я мечтаю, мечтаете о счастье с любимым человеком О радости, о тепле в отношениях Вот надоела какая-то борьба вам уже Надоела какое-то выживание Какой-то энергетический отток А хочется вот именно вот этой радости Радости с близким человеком Возможно, в ваших отношениях У вас были какие-то болезненные отношения Которые вот уже надоело Я не хочу об этом думать Я не хочу это вспоминать Все, я хочу чего-то нового Нового человека, сильного Человека, который принесет чувства и любовь И как-то насытит мою жизнь какой-то радостью Я не хочу каких-то печалей Я не хочу каких-то, знаете, самотерзаний Хочу движения вперед Хочу быть любимой, желанной женщиной для этого человека И пусть, да, прошлое остается в прошлом Да, оно еще тянет Оно еще, безусловно, тянет Но я готова, да, идти вперед Идти навстречу своей судьбе Отлично! Ну что ж, давайте посмотрим Какой мужчина на пороге? Очень хочется, чтобы вот такой, знаете, как-то Чистой, обновленной женщине Хотелось бы, чтобы вот хорошие карты пошли Все-таки для всех желаю Но почему-то такое состояние, да Желание отбросить все старое И обрести счастье Вот такое желание у этой женщины Давайте посмотрим, какой мужчина на пороге И что он принесет в вашу жизнь Ну что ж, покажись нам Интересно Вы знаете, что это человек Вы уже, возможно, были в отношениях с этим человеком И он как-то вот стучится в вашу дверь Человек из прошлого Человек, которому вас очень сильно не хватает Человек, с которым у вас, возможно, разрушены отношения Но на сегодняшний день этот человек Он как сожалеет Он сожалеет, что вас потерял Хорошо, я вижу, что бывший очень рвется в вашу жизнь Но все-таки мы смотрим на будущих Мы смотрим на новых Появится ли что-то новое Потому что я вижу, что как бывший Желает разговора Бывший каких-то терзаний душевных Очень по вам тоскует Да, мужчина желает разговора Мужчина желает выяснения отношений Ну хорошо Все, мы знаем, что бывший стучится Но смотреть мы будем будущего Итак Новый мужчина Какой мужчина новый появится в вашей жизни Какой мужчина на пороге Я скажу вам, что бывший может в очень краткий срок появиться у вас буквально на пороге С желанием поговорить С желанием как-то примириться С желанием какого-то обновления отношений И с разговорами, что ты самое лучшее Здесь очень вероятно Какой-то звонок Какая-то весточка от бывшего человека Он желает как-то настроить вашу связь Обновить ваши отношения Желает разобраться Желает какого-то разговора с вами Очень желает Ну что ж, давайте посмотрим Мужчина на пороге Новый человек Новый человек Нет, девочки Все равно выпадает бывший и все Все равно он выпадает Вы знаете, он или очень сильно желает вот этого, знаете, какого-то возврата Какие-то воспоминания Как стремюсь вернуться к тебе Желаю нового шанса Желаю какого-то продвижения этих отношений Желает как-то разрушить некий конфликт Вспоминает, думает Вот буквально завис в этих отношениях Завис в этой ситуации И мужчина очень по вам тоскует Очень тоскует Как-то он считает, что между вами еще все не закончено И вот я второй раз выкладываю И второй раз выпадает вот бывший мужчина и все Будет ли еще какой-то, да Будет ли новый мужчина В ближайших три месяца появится ли человек Который будет проявляться с любовным интересом в вашу сторону Появится ли новый человек Вам как-то надо самой определиться Отбросить окончательно Вам нужен этот разговор с этим человеком И только после вашего решения Какого-то окончательного Как вы решаете Вы решаете разрушить полностью эти отношения Или все-таки возобновить что-то Как от вас зависит Пока что это тайна Вот как будут развиваться отношения Потому что вот мне все возвращает Вот к этому бывшему мужчине Он придет Он придет Он желает разговор Он желает выяснить Есть ли какое-то продолжение Есть ли шансы возобновить эти отношения Или это конец Или это окончательная разруха И зависеть все будет от вас Мужчина желает отношений Мужчина желает возобновления этих отношений Будет ли новый человек в ближайших три месяца Пока что вот эта информация закрыта для вас Пока что вот закрыта Ну давайте посмотрим Если не могу я ничего сделать Карты вот все равно указывают на одну и ту же информацию Значит так должно быть Значит не будем идти против карт Ну давайте посмотрим Рассмотрим два варианта Давайте рассмотрим Если вы как-то согласитесь на этот разговор С этим мужчиной Что этот разговор принесет Что этот разговор принесет Вот ваши отношения Что этот разговор принесет Вот какая-то стена как между вами И вы желанная женщина для этого человека Он очень много воздумает Но сейчас между вами как некая стена Что этот разговор принесет Нужен ли он этот разговор Мужчина желает возобновления отношений Мужчина хочет поговорить о том Мужчина хочет поговорить о том, что вы желанная женщина для него Что вы важная женщина для него Я скажу, что это важная информация Именно для кого-то будет очень важной Потому что карты просто ведут расклад своим путем Что принесут вам вот эти отношения, если вы согласитесь Что они вам принесут Какой-то новый шанс Новый шанс, знаете, как чтобы поставить все на свои места Как чтобы было все по судьбе Возможно, вы сейчас в отношениях с кем-то С каким-то мужчиной И просто пожелали, знаете, как посмотреть А что карты покажут Вот карты мне разворачивают вас на то, что есть На то, что вот было в вашей жизни Или есть на сегодняшний день Что этот вот человек, он возле вас И все, он никак не хочет уходить из вашей жизни И что вот этот разговор принесет Он даст новый шанс вашим отношениям Потому что вы вот как-то не зря встретились Еще не все закончено между вами Еще есть какая-то задача Еще есть какой-то вопрос, который вам как надо пройти И надо как-то разобраться Еще не все Еще эта точка не поставлена между вами Зачем вам этот разговор? Чтобы как-то определиться Потому что, возможно, сейчас вы в каких-то сомнениях Как вам поступить, а как вам быть И этот разговор, он как-то поставит все на свои места Я скажу, что этот человек, возможно, да Ваше расставание, оно как-то больно ударило по вас И вы еще находитесь в какой-то обиде По отношению к этому человеку Но чувство есть Чувство есть и с вашей стороны, и с его стороны Этот человек желает действовать Он желает как-то разобраться в ваших отношениях Как-то проявиться в вашу сторону Вы желанная женщина для него Очень, знаете, такая важная и желанная Он не может вас забыть Какие-то свои ошибки он понял И он как-то идет с примирением в вашу сторону И именно этот человек сейчас у вас на пороге И именно этот человек рвется и как-то думает Аккумулирует энергию, которая вот идет сейчас к нам Очень сильное стремление Очень сильное желание у этого человека Как-то, знаете, объединиться Как-то все-таки какие-то обиды Какие-то мечи, да Разбросать и все-таки пробиться к вам Зачем? Зачем нужен ли вам этот человек вообще в жизни? Зачем он идет по судьбе? Зачем? Зачем он идет по судьбе? Потому что он как не может без вас Вы знаете, что вы очень важны И только рядом с вами он может обрести гармонии Ему вас не хватает Он очень сильно по вам скучает Очень сильно И ему как, знаете, как больно Что вот сейчас какое-то некое охлаждение Возможно между вами И вот он желает как-то восстановления отношений Потому что только рядом с вами Он может себя чувствовать спокойно Гармонично И какие-то, возможно, он вас обидел Но этот человек желает прийти с примирением Потому что есть чувства Потому что вот сейчас у него какая-то душевная боль С которой он не может справиться Ну вот так вот Не знаю, к сожалению или к счастью Как вам решать? Как вам быть? Нужен ли вам этот человек? Но именно вот человек Бывший партнер Вот стучится в вашу дверь И желает стоять на пороге Знаете, желает на ваш порог Желает ваше сердце И к вам с разговором идет этот мужчина Вот такой вот у нас был третий расклад Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если понравилось Я буду очень рада Всем спасибо за просмотр И до новых встреч Счастья и радости Ваши сердца И ваши дома Пусть все сбывается Самое лучшее И приносит радость в вашу жизнь Всего вам самого лучшего И до новых встреч Счастья и радость Счастья и радость в вашу жизнь Счастья и радость в вашу жизнь